Для меня примером такой любви Господу, верности в любви является наш простой брат, который никогда ни одной проповеди с кафедрой не сказал, Никора Николай Иванович. Город Кишинев. На его огороде церковь собиралась 15 лет. Были порушены 5 палаток, и при том, когда одну рушили, он говорит, так, братья, стройте следующую, ну, стройте следующую на 3 метра больше. А для того, чтобы на 3 метра больше, он вырубал фруктовые деревья, там у него были и черешни, и грецкие орехи, и персики, и другие он вырубал. Говорит, стройте больше. Еще одну палатку снесли, стройте больше. А куда больше? Там гараж. Разрушайте гараж. Мы его гораздо разрушили, чтобы побольше расширить палатку, в огород углубиться. И вот так, знаете, властям это наконец-то уже надоело, а церковь росла на его огороде, души каялись, оркестр появился, хор, церковь умножилась, нам было примерно около 300 членов у нас было на его огороде. И вот властям это однажды надоело, и они решили более кардинально этот вопрос решить. Они пригнали эту тяжелую технику, и то родовое поместье, где он жил целую 70 лет жизни, прожил такой добротный каменный дом, в руины превратили. А ему дали однокомнатную квартиру на третьем этаже. Плантация виноградников, столярная мастерская, все пошло под ковш. И вот я помню, наша церковь там собралась на развалинах его дома последний раз. На у нас там было последнее богослужение, вот видите, внизу такой снимок, церковь на развалинах. И я помню его молитву, Николай Иванович, он молился примерно так, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты мне дал возможность послужить церкви Твоей. Благодарю Тебя за всех, кто покаялись на моем огороде за 15 лет. Благодарю Тебя, и вот все, благодарю, благодарю, как будто какое-то новоселье у него, знаете, как будто ключи от коттеджа дали ему. Как будто праздник у него какой-то. Вот это у меня осталось, я даже сейчас слышу интонацию его голоса, вот я сейчас внутри себя слышу его тон, его молитва на молдавском языке, акцентом молдавским. Вы знаете, вот этот человек, который ни одной проповеди не сказал, он оказывал на мою юность больше влияния, чем многие те, кто стояли на кафедре и проповедовали каждое воскресенье. Вот своей посвященностью Богу, своей любовью к церкви, как он принимал. А вы знаете, когда палатки рушили, чем он занимался? Вот там палатку бригада дружинников разрушает, а он в это время со своей женушкой, тетей Клавой, под виноградным навесом раскладывали столы, доставали компоты, доставали запасы какие-то продуктовые и накрывали стол на 15 человек, чтобы они закончили работу, чтобы их накормить. Нельзя голодными этих дружинников и милицию отпускать со своего двора. Нельзя. Но они же устали, их надо накормить. Нельзя гостей голодными отпускать. И вот у меня есть фотографии, где они накрывают стол, а там все крушат. За два часа они справились, а они за два часа стол накрыли. И вот она закрывает калиточку, майор у милиции говорит, «Я вас не выпущу, пока вы не подкрепите». Вы устали, вы поработали, вы устали, пожалуйста, подкрепитесь. А они, как виновные, знаете, посрамленные, так вот горящую голень на голову собирала им, да, они уходили. Нет, нет, мы спешим, мы спешим, мы спешим. И посрамленные и постыженные, побеждай зло добром. Это были люди невероятные, у которых так много было в сердце благодати и любви. И у них была такая способность сделать это искренне, побеждать зло добром, друзья. Никакой агрессии, никаких криков, никакого, знаете, в моей памяти осталось, как образцовые люди, верные в любви, друзья, в этих тяжелых обстоятельствах. Какая верность и какая любовь к гонителям. И когда мой отец освободился из лагеря, в 88-м, в 87-м году он пришел к нему, к Николаю Ивановичу на этажах, нашел его на третьем этаже, пришел к нему и говорит, Николай Иванович, мы знаем, что вы пострадали из-за церкви. Подыщите себе домик, а мы оплатим его, чтобы вы старость дожили в домике, а не на этажах. Подыщите себе дом. Мы хотим, ну, просто от церкви сделать для вас такой подарок. Он говорит, Михаил Иванович, это нужно для меня или для церкви? Если для церкви, чтобы опять штрафы платить, опять ходить в горе из полкома, я согласен, подыщу. Он говорит, нет, церкви уже не надо, у нас все есть для церкви, вы для себя подыщите. А тогда он удивился и говорит, Михаил Иванович, аж какую награду я в небесах получу, если вы со мной на земле рассчитаетесь? Нет, говорит, не надо. Я отказался. Он отказался. Он умер на этажах. Он прожил больше 80 лет. Он отказался от того, чтобы церковь решила его вот жилищный вопрос, чтобы не потерять. Он взирал на воздаяние, друзья. Написано Моисей, взирал на воздаяние. Это человек, который взирал на воздаяние, друзья, и был тверд, и никогда не жалел, и не считал себя ущербным, что он что-то потерял, не потерял, а отдал. Действительно, любовь к Господу переполняла его сердце, друзья, вот такими многочисленными историями, их гораздо больше. Мне хотелось бы сегодня возвысить вот эту грань верности. Будь образцом для верных в любви. Вот этого ждет Господь от меня и от каждого из нас. Для меня пример... Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления веры на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог.